Приятно со всеми познакомиться, приятно, что вы пришли на мой вебинар. Меня зовут Кононова Аня, мы сотрудничаем вдвоем с мужем. За два года активной работы, дата моей регистрации 26.11.2014 год, мы сделали вместе 200 тысяч баллов, вместе с нашей дорогой, любимой командой, которая к нам пришла, которая в нас поверила. Низкий поклон вам, дорогие директора, серебряные, рубиновые, золотые и так далее. Я очень рада, что мы с вами вместе, очень рада. И сейчас мы поговорим о том, что кислородная косметика, это косметика номер один в мире. И свое сотрудничество мы с вами начали именно с того, что наша косметика номер один в мире, это патент, да, это наш патент. И этот патент говорит о том, что ни у кого такого нет. Когда наши крема, содержащие перту углерод, попадают в глубокие слои кожи и заставляют кожу самостоятельно работать, то за счет этого наша кожа молодеет. И, конечно, за счет этого компания Фаберлик поимела успех в 42 странах мира. Далее, также компания очень часто собирает форумы, на которые мы вас всех зовем, собирает ассамблеи и оплачивает поездки за свой счет в разные страны мира. Самое интересное, что... Да, слушать Наталья нужно. Самое интересное, что компания на самом деле очень превозносит прямо своих лидеров. И, конечно, каждому приятно получить признание и чек на сцене. Да, у нас очень много лидеров, которые уже успели получать чеки на сцене, и им очень это нравится. И, конечно, нравится, когда именно наша компания так вот благотворит наших лидеров. Далее, значит, мы с вами развиваем свой бизнес в 42 странах мира. Это шикарно. Единственный барьер это языковой может быть. А также очень хочется похвалить свою компанию, любимую и дорогую, потому что компания не только думает о нас, не только думает о том, чтобы нашим новичкам было хорошо, они получали подарки, и нашим лидерам было легко работать и легко расти по карьерной лестнице. Не только это, но еще и компания сотрудничает с межрегиональной экологической общественной организацией ЭКО, которая создана в 2010 году. Компания садит деревья вместе с этой организацией, то есть спонсирует. Также компания сотрудничает с проектом «Солнечный пес». Это совместный проект компании и кинологического центра собаки-помощники детей-инвалидов. То есть детки с ограниченными возможностями тоже не обделены компанией. И на данный момент уже более 160 собак-помощников у нас идут для таких вот деток. В разных странах свои особенности регистрации, свои особенности доставок, но на это вам даны наставники, которые все это умеют. Вот, поэтому все это вы должны получать от своих наставников. Сейчас у нас с вами тема, с чего начинается наша работа. Также у нас Екатерина Селиверстова ведет тему, как работать с людьми в разных странах. Что им высылать, какая у них доставка и как им строить свою структуру. То есть все одинаково. Единственное, что я вам хочу сказать, единственное, что я вам хочу сказать, это то, что компания «Фаберлик» дает возможность работать с 42 странами. Нам не нужно открывать какие-то там отдельные документы, кабинеты на эти страны. У нас нету преломления в построении. То есть мы с вами строим всех в одну цепочку. Неважно, из какой страны человек, это очень важно. Мы можем сотрудничать также с странами. Если кого-то терминируют за неактивность, то нижний переходит к верхнему, то есть цепочка не обрывается. Также мы получаем за международные страны выплаты, как обычно за выплаты своих стран. То есть все без задержек, все везде хорошо. Также заказ, если у вас есть международная страна, для получения своей объемной скидки остается все равно 50 баллов. И на уровне директора заказ остается также 50 баллов личный. Вам не обязательно что-то там мудрить. То есть единственное, что в некоторых странах нет агентских пунктов, есть адресная доставка недорогая на дом. Вот и все. И вышлю вам работа вебинара проекта. Ссылочку на плейлист. Там все есть. Так, не копируется, не хочет. И давайте уже с вами не будем больше отвлекаться. Я вам сейчас вышлю. Вебинар этот ведется постоянно, Юлия. Поэтому проблем вообще не может быть с регистрацией международной. Да, единственное, что там номер телефона. Да, Украина там, допустим, в России код плюс 7. В Казахстане код плюс 7, допустим. Да, на Украине плюс 375. И нолик впереди должен стоять, чтобы на очку пришел код. То есть там, в принципе, везде есть доставка. И везде, главное, знать, в какой стране адресная, в какой стране можно на почту заказывать, в какой стране можно заказывать на агентские пункты. Итак, давайте поговорим о том, что у компании есть собственный завод и собственное производство. Также хочется тут остановиться и рассказать, что абсолютно вся продукция фабрики проходит обязательное тестирование согласно ГОСТу и Станпину. Компания внесена в ГОСТ-реестр предприятий-производителей экологически чистой и безопасной продукции. А, плюс 375, да, Украина плюс 375. Ну, да, да, да. Вот, далее, значит, у компании есть собственное производство. Общая площадь занимает 35 тысяч квадратных метров. Также у компании есть свой центр научных разработок, благодаря которому компания за 20 лет своей работы уже имеет 34 патента. 34 патента позволяют компании вот как раз-таки с помощью собственной микробиологической лаборатории для клинических исследований эти патенты создавать. Патент – это то, чего на самом деле нет ни в одной компании. Также компания не только производит хорошую продукцию, не только сотрудничает с всякими организациями, не только дарит подарки, не только помогает деткам с ограниченными возможностями, но и участвует в разных выставках, в разных награждениях и получает очень много наград. Если парфюмерная вода, то она получает FIFI Russian Awards. Если, допустим, продукты какого-то функционального питания, то она получает знак качества. То есть очень много компаний на самом деле получают наград. Допустим, если одежда, то одежда компании Faberlic получила награду как лучшая коллаборация года. Приятно, да, вместе с дизайнером Аленой Ахмадулиной Faberlic получила в конце прошлого года лучшую коллаборацию года, награду. Это просто шикарно, что компания Faberlic на самом деле может давать нам носить, да, возможность носить такую вот шикарную одежду, которая побеждает. Вот, да, на показах в Москве. Далее, что хочется вам рассказать, то очень важно знать, что мы должны верить в свой бизнес, в свою компанию. И все дело у нас с вами начинается именно с головы. Вот у меня началась работа именно с этого анекдота. Вот, по-моему, как бы кажется, немножечко несерьезно, но на самом деле, когда я прочитала этот анекдот, мне очень захотелось стать богатой, крутой бабушкой, да, чтобы ни мои дети, ни мои внуки уже не знали, что такое работа по найму, что такое кланяться в ножки, чтобы их отпустили в зубной и так далее, да. И я это делаю, уверенно делаю, я уверенно иду вперед. Вот, и хочется сказать, что этот анекдот, как раз этот анекдот повернул мою жизнь в другое русло. Вот, итак, сейчас мы с вами обсудим вкратце именно нашу специальность, потому что наша специальность называется профессия менеджера сетевого бизнеса, которая занесена в государственный реестр всех профессий, да. То есть мы с вами занимаемся очень хорошим делом, мы с вами должны уметь организовывать, продвигать, управлять и обучать, да. То есть это не такая уж и легкая работа. Также профессия сетевого бизнеса теперь преподается в крупных вузах, в частности и в России, да. То есть мы можем с вами уже не быть самомучками, а получить надлежащее образование в вузах. И перейдем к теме, за что же платит нам наша компания. Компания нам платит исключительно за созданный товарооборот. То есть сколько бы мы не приводили людей на проект, если люди не понимают, зачем пришли, то, конечно, товарооборот будет создаваться очень сложно. Поэтому мы с вами сначала обучаемся, все узнаем о компании, раскладываем в голове всю работу по полочкам, а потом у нас с вами начинает все получаться, да. Во-первых, мы с вами должны понимать, что мы пришли с вами в официальную, легальную, передающуюся по наследству компанию. То есть все это бело, чисто и прозрачно. Она у нас с вами пойдет с уровня открытия договора с компанией, стаж, стаж, который будет засчитываться, да, для пенсии. Также, дорогие коллеги, значит, товарооборот, это просто очень для понимания. Я решила вот вам предоставить такой слайд, что это или 60 человек, которые сделают заказы в вашей структуре по 50 баллов, и вы уровень директор, да, в вашей структуре 3000 баллов, или 120 человек по 25 баллов. Ну, конечно, уровень директора – это самое-самое такое, как вам сказать, первое, потому что, когда вы станете директором, и вы будете зарабатывать хорошие деньги, то люди под вами все равно будут зарабатывать меньше. И когда вы начнете расти дальше, под вами начнут уже появляться директора. И вот как раз директора, которые под вами появятся, и тоже начнут получать деньги на расчетный счет в банке, начнут получать стаж от компании, они и будут создавать вам пассивный доход, который будет приносить вам 5% с каждой директорской ветки под собой. Вот таким вот образом строится наша с вами структура. Скажите, пожалуйста, всем ли все понятно? На записи заскринишь? Ну да, можно и на записи заскринить, да? Вот. Все понятно, да? Отлично. Вот это мой путь от 26.11.2014 года по компанию 11.2016 год. Если я сделаю скриншот всей моей работы, то он сюда просто не войдет и будет очень мелко. Вот. Значит, смотрите. Наша с вами работа, так же, как и у меня, так же, как у всех директоров с проекта, их более 100 у нас. Директоров, да? Более 100. Не можем точно суммы назвать. Надо сидеть и пересчитывать, да? То есть, вот. То есть, все начинается с нуля. Вот вы видите, что компания 17.2014 года, я, мне чуть-чуть не хватило до 3%. В компании 1.2015 года мне уже не хватило 80 баллов до 9%. Да? То есть, я начинала все с нуля. Я начинала так же, как и вы. Приходила, да? Садилась и работала. Говорила то, что... Делала то, что мне говорил делать наставник. Вот. И, конечно, я сейчас уже старший национальный директор с выплатами. Последняя моя выплата – это 347 тысяч русских рублей за 3 недели. Да? Я думаю, что в это сейчас сложно поверить, но за 2 года наша структура вот так сильно выросла. Потому что мы очень много работали, очень много обучали. Я вела вебинары с 6%. Всегда была рядом со своей командой. Всегда сидела во всех чатах. Всегда старалась всем помочь. И, конечно, наш рост связан именно с тем, что мы очень переживали, в первую очередь, за свою команду, а потом уже переживали за себя. Если мы с вами научимся это делать и поймем, что наш бизнес – это когда мы выросли сами и помогаем вырасти другим, тогда у вас все получится, да? То есть, мы немножечко отличаемся от работы по найму, где на работе по найму могут где-то подножку подставить, если вы где-то повыше, да? То есть, нам не нужно ждать никого, кто бы вышел на пенсию. Нам не нужно вообще ничего. Это то есть, мы растем так, как нам удобно. Мы можем стать директором за месяц, потому что за месяц тоже реально найти 60 человек, которые в вашей структуре будут покупать на 50 баллов. Также мы с вами можем открыть директора за год. То есть, мы растем с вами так, как нам комфортно, так, как мы хотим. Дорогие коллеги, всем ли понятно, что в выплатах есть накопительный эффект, так же, как и в работе. То есть, растет ваша группа и растут ваши доходы. Растет ваша группа и растут ваши доходы. Также, конечно, хотелось сказать, что очень много наставников помогает строить структуру по системе Турборост, если ее выбираете. Конечно, они не строят так, чтобы там 150 новичков вам зарегистрируют в каталог. Нет, 2, 3, 5 человек, то есть, с которыми вы должны познакомиться, с которыми вы должны пообщаться, то есть, они вам будут помогать, но и вы тоже должны помогать им обучать людей, которые под вами есть. Итак, давайте с вами будем разбирать, что же такое Турборост. В компании у нас с вами два вида. Это Фаберлик Онлайн Рост и Фаберлик Онлайн Турборост. Турборост от Онлайн Роста отличается активацией номера в течение 70 лет. 2 часов с момента регистрации. Понятно, что 3 дня ждать не нужно. Если вы активируетесь сразу, то не факт, что ваш наставник может в этот день найти регистрацию и тут же ее под вас провести, если вы уже будете активированы. То есть, различие между систем в том, что вы сами решаете, хотите ли вы, чтобы ваш наставник проводил под вас регистрации и тем самым приумножал ваш рост на первых порах обучения. Или не хотите. Значит, наставники помогают расти вам максимум до 9%. Дальше вы уже растете сами. То есть, если вы не активируете в течение 72 часов, то вы потом самостоятельно растете. Если вы успели активироваться, то наставник под вас будет регистрировать время от времени людей. Также, если регистрация не проходит, то есть, смотрите, вы зарегистрировались, через 72 часа после регистрации наставник пытается провести под вас новичка. Если регистрация проходит, значит, вы сделали и оплатили минимальный заказ срок. Правило компании гласит о том, что ни вы сами, ни ваш наставник не может под вас регистрировать людей, если вы не сделали и не оплатили минимальный заказ. Поставьте, пожалуйста, плюсики, все ли тут вам понятно. Или задавайте вопросы. Если же регистрация не проходит, значит, вы не успели проплатить заказ. И очень важно, очень важно тут понимать, что есть тонкость. Мало положить деньги на оплату заказа, нужно обязательно зайти в свой заказ и нажать кнопочку «Оплатить». Пока вы не нажмете кнопочку «Оплатить», заказ оплаченным считаться не будет. Вот. По этой причине еще очень маленькая доля новичков, но теряют свои подарки, потому что вовремя не нажимают «Оплатить заказ». Также Фаберлик без вашего ведома не возьмет ваши деньги никогда, потому что эти деньги вы можете приобрести на билеты, на какие-то услуги, да, может быть, еще на что-то, и компания понимает, что ваши деньги брать нельзя. Может быть, вы хотите один заказ оплатить, а другой хотите оплатить потом, да. То есть своими деньгами в личном кабинете вы распоряжаетесь сами. Это очень важно знать. Далее. Когда проплата не проходит в течение 72 часов, вы растете после этого самостоятельно. То есть наставник регистрирует под предыдущего человека, ведет дальше свою веточку, потому что наставнику нужно расти, и поэтому входите в положение, активируйтесь. Значит, первый вариант – это по системе Турборос. Новичок активирует свой регистрационный номер вот таким вот минимальным балловым заказом. То есть Россия – это 1000 рублей по цене каталога, Украина – 300 гривен, Беларусь – 27 белорусских рублей, Азербайджан – это 22, Армения – 9550, Молдова – 300, Казахстан – 5000, Туркмекистан – 95, Узбекистан – 100 тысяч, Грузия – 45, Киргизия – 1350, и Латвия. Не получается у меня посмотреть. Напишите мне, пожалуйста, Латвию. Вскрылась за панелью управления. По-моему, 19, да? 19. Спасибо огромное. У меня в последнее время деньги положила на счет. Прихожу домой, А у меня уже оплата прошла без нажатия. Лариса, скорее всего, Это наставник агентского пункта вам помог. Может быть так. Менеджер агентского пункта. Далее, значит, Если новичок выбрал Турборост, То получат бесплатное обучение, Рекрутинговый сайт в подарок от проекта После 72 часов И получат поддержку наставника В построении структуры. То есть, вот недавно у нас был случай, Мне пишет новичок. Под меня зарегистрировали за каталог Всего два новичка. Что же это за помощь такая? Я хочу там 10-15. Нет, дорогие коллеги, У ваших наставников много веточек уже. Ваши наставники успевают вести много веточек. И понятно, что у них регистрации Не у всех бывает много. Поэтому, если под вас наставник проводит 1-2-3 регистрации в каталог, Поверьте, это уже шикарно. Поэтому не расстраивайтесь. Я вас сразу же хочу предупредить. Потому что наставники уже понимают, Что всех подряд они регистрировать не будут. Наставники уже понимают, Что им нужно приводить на проект Серьезно настроенных людей, А не просто заниматься переписью населения. Поэтому, может быть, У директора меньше регистрации, Но эти регистрации будут более качественными, Чем у новичка. Поставьте, пожалуйста, плюсики Или задайте вопросики. Поняли ли вы меня сейчас, Что если у вашего наставника Под вами проходит мало регистраций, То это не значит, что это плохое количество. Может быть, это хорошее качество, наоборот. Потому что мы уже выбираем, Кого проводить, а кого не проводить. Всех подряд мы не приводим на проект. То есть нам нужны уже серьезные люди. Если вы выбрали второй вариант, Не успели в течение 72 часов активироваться, То все то же самое, Только рекрутинговый сайт И построение под вами, Рекрутинговый сайт после 50 баллов, И построение под вами будет именно Уже не будет. То есть вы будете сами расти. Далее, чтобы получать выплаты По маркетинг плану, Мы с вами делаем 50 баллов. 50 баллов делать желательно Уже начинать учиться с 9%, Как минимум. Почему с 9%? Потому что на 9% вы уже теряете Особо таки крупные выплаты. Давайте с вами посмотрим сейчас этот слайд. Минуточку, я открою рисовалочку. Мы с вами немножко порисуем. Итак, давайте разбираться, Откуда выплаты и что. Если мы с вами рассмотрим первый уровень, Это уровень консультанта. Это 100 баллов личной группы. У вас уже должно быть 100 баллов. Неважно, сами вы сделали 100 баллов. Или, допустим, вы сделали 50. И под вами человек сделал 50. 50 до 50 равно 100. И у вас 100 баллов личной группы. И если у вас есть личный заказ, То вы получаете такие вот выплаты. Далее, значит, если, допустим, Вы сделали 50 баллов, Да под вами 150. Суммарно это получается 200. И ваши выплаты уже получатся намного выше. И понятно, что на 9% Это уже 600 баллов вашей структуры. И, конечно же, если вы сами сделаете 50, Да под вами 550. То вместе получается 600. И выплаты уже получаются шикарные. Но это выплаты идут на структуру. Не забывайте, что есть маркетинговая разница И открытый вебинар, Как считать до директорский маркетинг план. Конечно же, мы с вами все стремимся К первому своему званию. Это кандидат директора. Именно кандидат директора Зарабатывает стабильно свои 30 тысяч Каждые 3 недели. На пересчет, если взять, Что у нас 19 выплат в год, То мы 30 умножаем на 19, Делим на 12 месяцев. И у нас около где-то 40 тысяч в месяц получается. Нормальные выплаты. Вас такие выплаты устраивают, дорогие коллеги? Да, то есть растет группа, Растут ваши доходы. Эти доходы вы оформляете Через расчетный счет в банке. Они вам будут приходить Каждые 3 недели на ваш счет. Да, потому что Эта система сейчас Очень даже надежная. Ну и в принципе все мы с вами уже Видим, что даже коммунальные платежи Делаются через интернет и работа через интернет Это самое-самое актуальное. Вот, ну это я уже пропущу, Потому что я вам рассказала, Что если вы делаете 50 баллов, То вы получаете свои выплаты. Если вы не делаете 50 баллов, То вы не получаете свои выплаты. Да, и посоветовала вам на 9% Не терять свои выплаты. Почему выгодно начинать с 6-9% Делать свои заказы, Я вам сейчас расскажу. Вот, значит, во-первых, Что мы с вами должны знать, Это как и куда перечисляются Наши заработанные денежки За наш процентный уровень, да. Значит, если вы делаете 50 баллов, То первое время ваши деньги Будут поступать на ваш личный счет, Регистрационный номер В кабинете Фаберлик, И вы можете их использовать, Оплачивая личные заказы До 65% от суммы заказа. Что это значит? Это значит, что, к примеру, Если у вас на счету тысяч пять, Давайте я буду брать пример русские рубли, да, Потому что Россия больше всех на вебинаре, да, Если на вашем счету пять тысяч, К примеру, русских рублей, Вы сделали заказ на пять тысяч, То пять тысяч минус 65% У вас к оплате получается 1700. То есть, 1700 вы заплатили своих денег, Остальное у вас гасится, 65% от суммы заказа Уже гасит сама компания. За счет ваших трудов. Поставьте плюсики, если все понятно. В последующем, как правило, С уровня вице-директор, Лучше всего с уровня старший вице-директор, Это от полутора тысяч баллов В структуре и более. После заключения договора с компанией, Деньги будут перечисляться на ваш расчетный счет в банке. Выплаты зависят от уровня, На котором вы находитесь. Также, перечисление осуществляется Каждые три недели, И только на расчетный счет в банке. Никаких электронных кошелек, Дорплат, конвертов. Доходы белые. Доходы белые. У нас с вами идет упрощенная система налогообложения. То есть мы платим не 13%, Как в России, А 6%. Далее, значит, Просчитаем, Почему же 6-9% выгодно. Вот я вам приводила пример. То есть у нас есть с вами полные баллы, Есть половинчатые баллы. Половинчатые баллы бывают за акцию и за одежду. То есть, если вы будете заказывать Половинчатые баллы, То у вас заказ может быть не 75 рублей балл, А, допустим, 150 рублей балл. То есть я беру сейчас цены России. 150 рублей балл умножаем на 50, Это 7500. Если вы будете делать, допустим, Такое, Всякие БАДы, Там, да, Вот, допустим, Вот у меня сейчас в руке кедровая живица, Да, то есть это масло, Которое укрепляет иммунитет, Сердечную сосудистую систему и так далее. Это артикул 15356 у нее, Вот, или, допустим, Этот же Нью Тони, Который помогает нашим деткам в школе развиваться, Или нам, которые работаем, Именно у нас с вами идет интеллектуальный труд, Да, Это 15342, Это идет полный балл. И полный балл у нас с вами идет 75 рублей балл. То есть заказ получается чисто товаром, 3750 плюс доставка сверху, Да, Вот, Детям после трех живицу, Ну, вот моя Юля отказалась есть, Я не знаю, Мой врач сказал, Можно, Но она у меня есть омегу, Ей очень нравится, Но живицу она отказалась кушать, Ее передергивает, Потому что ее надо глотать целиком, Да, То есть она пахнет именно смолой, Кедровой смолой. Вот, Далее, значит, Что хочется рассказать, Что с 9% как раз таки начинается, Вот это вот списание 65% от заказа, Это групповой товарооборот от 600 баллов, И выплаты идут примерно от 3000 рублей. И фишка в том, Что с процентного уровня, С этого процентного уровня, Вы начинаете почти бесплатно мыться, Стирать, И пока вы не открыли ИП, Вам тоже уже выгодно забирать свою объемную скидку, И практически бесплатно мыться, Да, Получается. Лен, Я точно сейчас не подскажу, Со скольки лет можно, Я своей дочке даю, Но я не знаю, Можно ли давать на самом деле, Поэтому, Меня не спрашивайте, Пожалуйста, Скоро будет медик, У нас вебинары проводить, Девушка, Да, Она сейчас в роддоме, А вот она родит малышку, Заберет и начнет вести для нас вебинары, Именно по всем, По этим БАДам, Медик с 17-летним стажем, Поэтому я буду обязательно, Ее просить проводить именно вебинары, Как медика, Да, Она будет изучать состав и так далее, Вот, Значит, Что хочется дальше сказать, Что компания разрешает оплачивать объемной скидкой до 65%, И, Сделав заказ на 5000 рублей, Вы заплатите 1750, Сделав заказ на 4000 рублей, Вы заплатите 1400, Да, Смотря какие баллы, Если у вас идет половинчатый балл, То понятно, Что у вас будет там 7500, Минус 65%, Если денежки у вас накопились, И в списании уже бывает больше, Чем вы тратите, То остаток денег копится, Да, Копится, И потом вы его можете отдельным заявлением вывести на расчетный счет в банке, Да, Есть девчонки, Вот, Которые дотянули по 100 тысяч, Выводили, Да, То есть, Всяко-разно, То есть, Ну, Кто, Кто, Когда открывает, Да, ИП. Омегу мне вот вообще Елена Комарова сказали, Что можно прям с рождения давать, И прям с молоком пить, И прям беременным женщинам кушать, Да, Уже омегу можно, Поэтому, Я думаю, Что омегу можно, Вот, Далее, Значит, Давайте с вами подрестожим, Что такое 50 баллов, 50 баллов, Во-первых, Делать не обязательно, Тут вы сами решаете, Да, Возможность получать объемную скидку, То есть, Свои деньги с 3% и выше, Возможность получать скидку от цены каталога, 26% на следующий каталог, Да, То есть, Если вы делаете менее 50 баллов, У вас скидка на все 20%, Да, Ваша фиксированная скидочка, Как зарегистрировано, Если же вы делаете 50 баллов, То на все, Кроме одежды, У вас будет скидочка 26%, Возможность идти по стартовой программе, То есть, Вы будете забирать за 99 рублей стартовую программу, Это тоже шикарно, Также у нас есть с вами программа Фуберлик Клуб, И вы можете забирать дополнительно от трех подарков по программе Фуберлик Клуб, Также выдается свой рекрутинговый сайт, Если вы делаете 50 баллов и не успели активироваться по турборосту, Также вам выдается бесплатный, Абсолютно бесплатный робот в одноклассниках, Да, То есть, С вас только странички, И эти странички надо вбить в робота, И с вас, Конечно же, Внимательно посмотреть вебинар, Чтобы вы могли пользоваться этим роботом, Чтобы ваши странички жили долго и счастливо, Да, Конечно, Если вы не делаете 50 баллов, То компания эти деньги себе не присваивает, Я не знаю, Откуда это пошло, Но я вам хочу сказать, Что выплаты уходят выше тому, Кто сделал 50 баллов, Да, То есть, Каждый каталог баллы пересчитываются в денежки, И эти денежки получают те, Кто делает 50 баллов. Скажите, Всем ли все понятно? Перейдем с вами к следующей теме. Откуда? А, Может быть, Не знаю даже, Не знаю, Но у меня очень часто спрашивают, Если я 50 баллов не сделаю, Почему компания мои деньги забирает? Нет, Компания не забирает деньги. Поможет. Если волосы выпадают, Да, Мега поможет. На самом деле, У меня вообще сейчас волосы не сыплются. Так, Значит, Поговорим с вами об обучении на проекте. Все мы с вами должны знать, Что мы работаем по катовой системе. Бывает такое, Что новичок зарегистрировался, Создает странички, И на третий, На четвертый день Находит свою первую регистрацию. И начинает переживать, Как же ему обучать свою новичка. Так вот, Дорогие коллеги, Есть катовый шаблон переписки, И после регистрации Своего первого новичка, Который к вам придет именно работать, Вас найдет в скайпе, Ваш наставник даст вам шаблон переписки. Если ваш наставник не дал вам шаблон переписки, Обязательно его просите, И он вам его вышлет. Даже не переживайте, да, По поводу обучения. То есть вы будете копировать и посылать готовые тексты. Вы посмотрите видео 15 минут, Как этим шаблоном пользоваться, И вам будет легко и просто, И все понятно. Там, во-первых, Собраны все шпаргалки, Которые нужны. А во-вторых, Подробное поэтапное обучение, Да, сообщение за сообщением отправлять. Далее, значит, Вы будете получать, Значит, мы с вами, Как начинаем работать? Я начала работать путем Живого общения в соцсетях. И вам рекомендую, на самом деле, Живое общение через соцсети. Сайты, блоги, формы подписок. Это, конечно, все круто, дорогие коллеги. Но это очень, мне кажется, На мой взгляд, медленно. Мне больше, намного больше нравится Общаться именно через соцсети, Работать методом поиска В группах, Таких, как, допустим, Там группы мамочки в декрете, Группы памперс, Группы там, Где все сидят, Играют свои свинофермы, Да, то есть, вот что-то такое. Я туда захожу, И там ищу именно людей, Которые мне понравились. Их выбираю, И пишу им сообщения, да. То есть, я обычно шлю картиночки. Не я, а муж, кстати. У меня муж рекрутирует, А я потом уже обучаю людей, Если быть предельно честной и точной, То вот так. Значит, далее мы Созданные странички раскручиваем, Чтоб на них хотя бы было 15-20 У вас друзей, да, Чтоб странички не были пустыми. И, значит, Далее, значит, Тексты и картинки готовых сообщений Мы с вами получаем. Сейчас я вам их вышлю. У каждого директора свои тексты, Свои готовые сообщения. Но я вам вышлю свои. Посмотрите, пожалуйста. Затем, Как работать в соцсетях. Обязательное видео, да, По каждой работе в соцсетях. Затем, Как регистрировать. Обязательно посмотрите первое видео, Как регистрировать. Или сходите на вебинар, Который ведется в каждый четверг Старшим директором Валентины Искамороховой, Как проводить регистрации По всем четырем вариантам. Все мы с вами знаем, Что мы работаем. Первый вариант – Это экономия на покупках. Второй вариант – продажи. Третий вариант – Работа в интернете. Четвертый вариант – Управление весом. Система управления весом, да, Тоже на управление весом. У меня лично идет хорошо. Я сама на системе управления весом Скинула 18 килограмм. Я вам хочу сказать, Что я безумно рада. Да, то есть я сейчас вешусь, Так, 59 килограмм. Это просто великолепно, да. И, конечно, все, кто пришел на проект Со мной два года назад, Помнят, какая я была плюшечка. Да, я думаю, все это помнят. Вот, значит, далее, Что хочется рассказать, Что на все созданы готовые Подробные видеоинструкции. Если вам что-то непонятно, Вы пишите своему наставнику. Наставник вам высылает видео Подробное, как и что сделать. Также у нас с вами есть Видео привилегии. Супы мне очень нравятся. Я их кушаю. Алькаши, да, Они идут на льняном семени. И на очень качественном льняном семени. А лен, это, конечно же, Лечит кишечник. Он дает много слизи. Эта слизь обволакивает Обволакивает стенки вашего кишечника. Тем самым делает так, Чтобы у вас восстанавливался обмен веществ. И это очень важно. Но Украине, не знаю, Юлечка, Не знаю, не подскажу. Это вам надо писать в обратную связь. И что самое важное, да, Чем больше слизи в каше, Тем лучше обволакивается кишечник, Тем лучше работает наш с вами организм. Потому что красота, молодость, да, вес, Все-все-все зависит именно от работы нашего с вами кишечника. Мы это с вами должны все понимать. Вот. Систему сбора веса. Спросите Тоня в чате, Вам вышлю ссылочку. Вот, значит, Также у нас с вами есть ВИП-программа. С уровня ВИП-1 компания вам предоставляет Возможность регистрации под вас людей. Тоже 1-2 человека в каталог Можете регистрировать под вас компания в первую линию, Людей, которые оставили данные. Далее, значит, Вы можете получать продукт с 70% скидкой, 10 любых пробников с 50% скидкой, То есть в целом 30 пробников, 10 любых каталогов, да, Следующего периода. Второй уровень, Это идут скидка 10% при заказе от 150 баллов. Это 10% не дополнительная скидка от цены каталога. Это денежки, которые вам назад вернутся на ваш счет, И этими деньгами вы сможете расплачиваться за заказы. Если у вас открыт договор с компанией, То эти деньги вместе с вашей объемной скидкой Перечисляются вам на расчетный счет в банке. То есть 10% это не дополнительная скидка от цены каталога. Третий уровень, это новинки, Возможность заказывать новинки за 2 недели до начала продаж. И четвертый уровень, это за 3 дня до начала периода У вас появляется доступ к ценам и промо-акциям следующего каталога. И также еще один продукт с 70% скидкой. То есть если вы VIP на уровне 4, Да, у нас их очень мало таких VIP, я такой VIP, То хочется сказать, что вы пользуетесь всеми привилегиями Всех уровней. Думаю, серебро, бриллиант мы с вами пока не будем обсуждать. Дорогие коллеги, скажите, пожалуйста, Мы с вами сейчас поговорили, за что платит компания, Какие привилегии, акции и подарки вы можете получить. Скажите, пожалуйста, поняли ли вы, Что мы с вами не только все эти подарки забираем, Но наша выплата растет прямо в процессе обучения. То есть мы начинаем зарабатывать прямо в процессе обучения. Я старший национальный директор. У меня 17 директорских веточек. В этом каталоге есть риск открыть международного директора. Вот, давайте, поехалите с вами дальше. Я стараюсь рассказывать все подробно. Если вам что-то непонятно, вы обязательно задавайте вопросы. Вот, значит, на интернет-проекте Faberlic Online у нас с вами существует три этапа обучения. Первый этап обучения, он очень важный. Вы учитесь не только создавать странички, не только рекрутировать, но вы еще и учитесь работать по шаблону переписки. Вот, значит, наставник, если его нет на месте, то вы обязательно пишите вопросы в чат. У нас с вами есть чаты в скайпе, и в этих чатах мы даем полностью все обучение и полностью все объявления о вебинарах. У нас с вами 9 вебинаров в неделю, плюс-минус 2, и 40 вебинаров в месяц, да, получается плюс-минус 10 уже. Мультилевер маркетинг, Оксана, да, многоуровневый маркетинг. То есть есть, допустим, в некоторых сетевых компаниях, да, не буду говорить очень, да, известных, есть такое, что там только 3 уровня в глубину платят, и все, за 4 уровень нет. У нас же платят многоуровней в глубину. Из-за этого, да, у нас называется многоуровневый сетевой маркетинг. Вот. Далее, значит, о чем вам хочется рассказать, это первый этап обучения, это, конечно же, вебинары, это, конечно же, наставник, это, конечно же, чат коллег в Аберлик. Очень важно на него ходить. И также очень важно ходить на планерке от вашего лидера, да, на планерочках собирается до 20 человек, и вы можете легко получить всю полезную информацию от вашего наставника и более индивидуальный к себе подход. Мы начинаем зарабатывать, вы начинаете зарабатывать с построения людей в своей команде. То есть, сколько бы вы ни обучались, первое, что вам нужно сделать, это создать странички и начать рекрутировать людей и рассказывать им про этот бизнес. То есть, не важно, сколько вы обучаетесь, не важно, сколько вы работаете, самое главное, чтобы в вашу команду был приток людей. Об этом мы с вами позже поговорим. Итак, второй этап обучения – это школа активного роста или фабрика директоров. Занимаемся мы по ней 2-3 часа в неделю. Более глубокое обучение, там идут фишки именно по рекрутингу от директоров. Критерии на вступление там есть, потому что мы уже не учим новичков работать по шаблону переписки, не учим создавать странички, мы не учим регистрировать людей, да, это все уровень новичка, и поэтому у нас с вами уже 25 личных баллов и как минимум по 2 странички в каждой соцсети, чтобы у вас было, потому что там мы этому не учим. Далее. Проведенных 5 личной регистрации обязательно. Випы сгорают, ну, если не сделать один раз 100 баллов, а на следующий период не сделать 100 баллов, то Випстар сгорит. Но если вы на третий период сделаете 200 баллов, то у вас будет Вип-3, стаж не сгорает. Также есть директорская школа для топ-лидеров проекта, его веду в основном я, да, то есть на таких школах мы изучаем лидерское сопровождение, автоматизация по работе в соцсетях, фишки от директоров и как на более высоком уровне больше зарабатывать, как правильно структуру строить, как за ней следить и так далее, да, то есть всему обучаем, все обучение от и до бесплатное. Если вам, не дай бог, такое есть, придется, конечно, сделать предупреждение в чатах, кто-то позвал платно обучаться, то знайте, что это обучение не с нашего проекта, будьте начеку и обучайтесь бесплатно у тех, кто растет. Не надо платить теоретикам, ходите к практикам бесплатно, цените именно знания тех, кто быстро растет, а не тех, кто красиво говорит. Так ведь? Вот, давайте с вами сейчас спросить хочу такую вещь, считаем ли мы с вами все письма в кабинете. Да, у вас, когда вы заходите в кабинет, сверху есть конвертик. И мне, потому что некоторые новички говорят, что они не знают, что там есть конвертик, вот если вы не читаете, обязательно читайте, и у вас там будут все оповещения о начале каталога, о конце каталога, о каком-то вебинаре, да, то есть про подарки, про неожиданные сюрпризы, про изменение чего-либо на проекте. И, конечно же, раз в неделю мы высылаем записи вебинаров. Это очень важная вещь, да. Если вам не приходит письма в кабинете, то очень хорошо, лучше два, чем ни одного, Оксаночка. Если вам приходит письма, не приходит письма в кабинете, то добавляйте меня в друзья. То есть зайдите в сообщество, наберите мой регистрационный номер 703-386-938, найдите меня и нажмите клавишу под моей фотографией «Добавить друзья». Да, пожалуйста, предлагайте дружбу, я вам буду высылать все записи вебинаров. Далее, и сейчас мы с вами как раз пришли к той теме, с чего начинается именно наша работа, что мы должны делать, наши с вами первые шаги. Итак, обязательно создаем странички в соцсетях. Наш рекрутинг – это наш рост нашей команды. Чтобы уметь рекрутировать, мы с вами ходим на вебинары для новичков. То есть целый месяц мы стараемся ни одного вебинара не пропустить. Пропустили вебинар – смотрим записи. Почему? Потому что все знания вам пригодятся при рекрутинге. Вот, у меня был случай, когда я сама была новичком, и вебинар ввел на данный момент уже высокого ранга директор Николай Андрейко. Тогда он был уже старшим, еще только старшим директором, когда я пришла. И он рассказывал, какая компания, что она передется по наследству, так далее, так далее. И когда лидер начала задавать мне вопросы, я начала перечислять то, что Николай говорит на вебинаре. Человек ко мне зарегистрировался. И это очень-очень приятно знать о компании как можно больше. Поэтому, пока вы обучаетесь, мы с вами интенсивно создаем странички. Желательно создавать по одной страничке в день в каждой соцсети. К примеру, если вы сегодня создали страничку в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, то у вас уже 4 странички для работы есть. Завтра вы создаете еще 4 странички, у вас получается уже 8. Послезавтра вы создаете еще 4 странички, у вас уже получается 12. И вот так вот шикарно, не торопясь, у вас создается очень хорошая база для работы. Чем больше у вас времени на рекрутинг, тем больше у вас должно быть страничек. Тоня, будет очень хорошо. Вот, значит, конечно же, дорогие коллеги, вы уже поняли по моему рассказу, что 4 страничек мало. Лучше завести для начала как минимум 10-15. Я рекомендую вообще завести 20 в каждой соцсети. И обязательно записывать Рогины пароли в тетрадочку или в какой-то Google документ, или еще куда-то, чтобы они у вас не потерялись. Далее, значит, обращаем внимание на оформление своих рабочих страничек. На главном фото вы должны быть милым, добрым, ясный, четкий, открытый взгляд, смотрящий гостю странички в глаза. Если вы пришли зарабатывать в интернете денежку, то понятно, что вы должны выглядеть как человек, который зарабатывает в интернете девушку. То есть убираем, если у вас там есть фотографии с вином, в бикини, с бардаком, еще что-то. То есть обычная, нормальная, хорошая фотография. На родную страничку грузим то, что нам хочется. На рабочие странички должны соответствовать вашему бизнесу, вашему имиджу и имиджу компании, и имиджу интернет-проекта. То есть мы с вами должны уметь держать бренд. Не должны, как сказать-то, вводить компанию в нехорошее положение. Когда девушка, допустим, на пляже в бикини, лежит и загорает сигаретой в руках, вы должны понимать, что это стопроцентно, к такой девушке никто не пойдет. И, конечно же, это подрыв компании. То есть как такой человек может работать такой компанией. Вот. Всему научимся, конечно. Ходите на вебинары, звоните своим директорам. У вас все разложится и в голове по полочкам, и мы поможем разложить. Далее, значит, приветствуется деловое фото именно на главную страничку. И также добавляем 5-6 личных фотографий хороших из жизни. Показываем свои странички наставнику. То есть вы можете прислать ссылки на свои аккаунты в скайп. И наставник посмотрит и вам даст советы. Если наставнику что-то не понравилось, вы исправляйте вместе. Вы, пожалуйста, своего наставника не ругайте. Потому что вы, скорее всего, уже поняли, как устроен наш бизнес. Да, то есть наш бизнес кардинально отличается от работы по найму тем, что мы заинтересованы в вашем росте. Чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатывает ваш наставник. И мы это с вами должны понимать, что ваш наставник никогда вам не пожелает ничего плохого. Да, вот в инстаграме, да. Поехали с вами дальше. Наставник посмотрел ваши странички, что-то не так вы вместе исправили. После того, как ваши странички будут готовы, ваш наставник высылает вам первые инструкции по работе в соцсетях. Значит, модерация страничек есть во всех соцсетях. Нужно относиться осторожно, да. Одноклассники, то есть одноклассники ВКонтакте, Фейсбук, вы можете предлагать сразу же в первый день дружбу по 10. Пусть они у вас раскручиваются, да. Но сообщения по работе, еще что-то слать уже денька через 3 после раскруточки, да, хотя бы. Вот. Самое главное – работать со страничек раз в 3-5 дней в итоге. Да, если вы будете работать, если у вас, к примеру, 3 странички всего лишь, да, то их у вас будут очень сильно блокировать. Во-первых, почему блокировать странички? Потому что во всех соцсетях мы не имеем права бесплатно для них зарабатывать. Во всех соцсетях есть виды услуг, за которые нужно платить, да. К примеру, вы можете оплатить рекламу платную, вы можете оплатить какой-то там Яндекс.Директ, еще что-то, да, и ждать у моря погоды, когда же к вам зарегистрируется, и кто к вам зарегистрируется. Когда мы бесплатно для соцсетей ищем людей, им ничего не достается. И понятно, что это нарушение, грубо говоря, такое вот правило, да, но за это это не наказуемо ничего, но иногда блокируют странички, и поэтому чем реже вы со страничек работаете, тем дольше ваши странички живут. То есть странички это наш с вами обычный расходный материал. То же самое, что на троллейбусе до работы доехать, денежку заплатить и обратно, да, приехать, денежку заплатить. То же самое наши странички. Если их блокируют, ничего страшного, создаем новые, также идем рекрутировать. Все легко и просто. Но чтобы странички уберечь, уберечь ваш накопительный эффект, работайте со страничек раз в 3-5 дней. Допустим, если у вас 30 страниц, то вы работаете с 10 раз в 3 дня. Поставьте плюсики, все ли понятно. То есть вы можете заходить, отвечать на вопросы, но рекрутировать с них раз в 3 дня. Все понятно, да? Спасибо огромное за плюсики. Поедемте с вами дальше. Значит, я советую вам работать не на сообщениях, а советую вам рассылать картиночки. Но лучше всего я почитала людей, которые рекрутируют, и рекрутируют очень давно. Люди очень любят делать так. То они посылают какой-то файлик по работе, то они посылают видео, то они посылают картинку, то они посылают текст, то они шлют сообщения друзьям, то они шлют сообщения не друзьям, то картинки друзьям, то картинки не друзьям. То есть они делают рекрутинг разнообразным, да, разнообразным. И это очень важно понимать, что нужно быть разнообразным человеком. Разнообразные действия вас обезопасят от блокировки страничек. пример картинки картинки в одноклассниках спамятся если они можно создать разные картинки да и девчонки пишут что если посылать ту картинку то сообщение и картинки что были разные и почаще менять коды то картинки висят скорее всего если у вас пропадает в одноклассниках текст или у вас пропадает в одноклассниках картинки это значит что вы очень много с этих страничек работали или вы создали много страничек за день с одного ip адреса и сейчас ваши странички под подозрением такое тоже бывает поэтому оставляем эти странички и не создаем больше чем по одной страничке в каждой соцсети потому что мы с вами должны понимать как новички или как лидеры да то есть я вижу на вебинаре директоров что айпи бывает динамический и статистический то есть он может меняться может не меняться поэтому не чаще чем раз в сутки говорите новичку и неважно какой у него интернет у него будут меньше блокировать эти странички антиспама можно пользоваться до в одноклассниках а вот тут конечно нежелательно поэтому я вам говорю что допустим вы можете работать 10 страниц до 1 3 дня но вы можете работать с трех страничек в одноклассниках с трех страничек контакте с трех страничек с фейсбука из трех страничек инстаграма и у вас получается вы обошли 12 страниц за день которые вы потом не трогаете просто отрабатываете да кто дрожь бы принял написали сообщение кто вам ответил на картиночку ответили ему и у вас не получается что страницы перегружены не получается что вы с одного айпи заходите с 10 страничек поэтому когда мне ночи говорят я не хочу работать в этой соцсети я буду работать только в той соцсети я понимаю что если у него статистический айпи то они уже не могут работать в полную меру и них уже не получится находить одну регистрацию в день по нашим рекомендациям потому что они у сами себя в узкий круг загнали но 30 штук я не советую кидать я не знаю кто это советует мы столько много к сожалению не кидали ни разу и странички все живы хорошо кину в первый чат яночка хорошо вот значит совет чтобы создавать много страничек не обязательно с этих много страничек работать мы с вами поняли что странички просто должны отдыхать не нужно с них с утра до вечера сидеть рекрутировать искать 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 до до посинения работаем с 12 раз 5 дней это очень даже хорошо значит чтобы создать странички я вам советую онлайн сайты до раньше я советовала сим-карты но сейчас сим-карты подорожали в россии подорожали везде и конечно сим-карты вы можете создать 10 страничек в мире одну страничку в контакте плюс разморозка бесплатно одну страничку в одноклассников фейсбуке и на кучу досок объявлений то есть одной сим-карты вы нас создаете очень много всего да потом в эти деньги можете проговорить и в принципе пусть она у вас лежит раз три месяца и и нужно еще и прозванивать я вот лично у меня очень много 7 карт заблокированных потому что я не успеваю их прозванивать забывай про это вот поэтому поэтому ага у вас тут смотрю своя переписка есть да поэтому создавайте странички онлайн с онлайн сайтов если вы не умеете создавать странички с онлайн сайтов пишите в чат для коллег по берлик мы вам обязательно вышлем все инструкции не переживайте у нас все готово все есть просите в наставниках или в чатах далее совет обязательный когда вы будете рекрутировать к вам будут приходить люди регистрироваться когда человек у вас зарегистрируется вы его обязательно добавляйте на страничку для коллег вот если вы рекрутируете в 400 сетях соцсетях простите то вы заведите 4 странички для коллег из них не рекрутируйте чтобы у вас вся ваша команда была на одной страничке в одном месте эти странички можно оставить открытыми можно закрыть как вам хочется также наставник обязательно вам предоставить шаблоны для работы сейчас я их вам пошлю там есть видео даже как создавать картинки до обратите внимание что в этом шаблоне есть видео как создавать картинки есть обратная связь и так далее то есть прокрутите колесиком самого низа посмотрите что там бывает также видео для работы ссылку и ответы на распространенные вопросы все в этом шаблоне есть также значит как разложить свою работу по полочкам вот я ее к сожалению не приготовила а сейчас будем искать разложить работу по полочкам очень легко у меня получается я пользуюсь именно этим методом вот девчонки пользовались мультифоксом сейчас он почему-то не запускается и получается что новичку опять придется перестраиваться с мультифокса а это работает долго и хорошо и так во первых видео пособие для новичков так сейчас посмотрим войдет ли весь текст вот значит по обеим ли ссылочкам у вас пришлось обойти так на все вопросы по рекрутингу я вам объясню и в конце вы зададите вопрос потому что я еще только-только начала вот далее значит поехали с вами дальше значит как разложить работу по полочкам обязательно скажите прошли ли вы по обоим ссылочкам отпишитесь мне значит где смотреть актуальный список стран с которым вы работаете у вас есть большая жирная подсказка под рукой в кабинете вы нажимаете на флажок у вас открывается список стран для сотрудничества вторая ссылка не да вот так минутку сейчас исправимся минуточку видите как хорошо а сейчас дорогие коллеги посмотрите открывается да отлично все хорошо да теперь мы с вами поговорим как мы регистрируем людей там значит продавцы покупатели для себя похудение работа в интернете всех мы с вами можем регистрировать друг по другу в цепочку неважно из какой страны человек и по какому варианту пришел то есть вы приходите на проект вы открываете свою первую веточку и смотрите когда же человек активируется если человек не успел активироваться прошло три дня вы его двигаете в бок регистрируете опять-таки под себя человека до тыс вы не ждете не ждете потому что вам нужно расти то есть вашему лидеру все объяснили в своему лиги ударе видео вы своему лидеру дали сроки если нидер не торопится то вытак раз-таки торопитесь вам нужно как раз таки строить свою структуру то есть первое ваше действие Первые ваши шаги это вы регистрируете под себя до того момента, пока у вас не активируется первый ваш человек. Когда он у вас активируется, какой-то из этих людей, вы уже начинаете вести под него цепочку. Все понятно, я думаю. И неважно, из какой страны человек. Всех регистрируем в цепочку друг под друга. Если кто-то терминируется, то нижний переходит под верхнего и структура не теряется. Можно еще раз вторую ссылку. Сейчас, Наташа, пошлем, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. И также я вам могу предложить такой вариант. Это такое внеплановое объявление. Очень часто новички теряются и говорят, что у меня сейчас нет денег, там еще что-то. Я очень часто прямо перед регистрацией говорю, что если вы хотите настроены серьезно на заработок, хотите долго с нами сотрудничать, хотите стать директором, то я вам предлагаю зарегистрироваться тогда, когда вы будете готовы сделать заказ. И люди мне отписываются, что я готова сделать заказ сегодня, можно пройти регистрацию. И у меня в последнее время люди активируются в первый час своей работы после регистрации. У меня вообще нету тормоза в веточке. Я иногда за день могу провести в ветку по 3-4 регистрации. Это на самом деле так. То есть у меня, чтобы человек 3 дня делал заказ, это очень-очень редко. На самом деле очень быстро люди делают заказы. Потому что такие подарочки, да, как от известного кутюрье парфюмерная вода, ну, грех не забрать. И на самом деле я рассказываю о парфюмерной воде, и люди понимают, что эта вода стоит чуть ли не дороже заказа. Да, плюс 20% скидка, получается, что эта вода чуть ли не дороже заказа. Ну, если они не хотят делать заказ, то что вы с ними сделаете? Пусть ходят в магазин. В магазине таких зарплат не платят, как компания Фаберли в плате. Тут уже ничего не сделают. Ну, конечно, когда человек идет в магазин, он должен понимать, что ему там не предоставят никогда 20% скидку. Даже будь он каким-нибудь супер, там, серебряным голд випом, там, да, у них с крутыми покупками, да, и то 20% никто не скинет. И, да, и, конечно же, не подарят подарок, и, конечно же, не начислят бонусы по программе Фаберли Клуб, которые тоже меняются на подарки, да. Ну, почему обычно люди не хотят делать заказы? Потому что заказ приходится ждать 3-5 дней, кому-то вообще неделю приходится ждать, да. Кто-то вообще по 2 недели заказы ждет. Конечно, им не хочется брать продукцию, которую они не знают, и ее так долго ждать, да. Поэтому, конечно, много кто не активируется. Но это ничего страшного. Мы ищем людей, которые серьезно настроены, не которые буду, не буду, хочу, не хочу. Так ведь, таких людей просто вбок и растем дальше. Да, у всех такие бывают, и у меня такие бывают. И я вам сейчас расскажу про свою статистику, и вы улыбнетесь, поняв, что все растут одинаково. Просто нужно понять, что все растут так, а не у вас что-то не так, да. Вот, значит, когда мы находим с вами первую регистрацию, вам наставник дает полную подробную инструкцию, как регистрировать человека и что ему высылать. Сейчас у нас с вами введено строгое правило. Перед каждой регистрацией мы ищем человека через сообщество и проверяем его на перерегистрацию. Это очень-очень важно. Так, я забыла видео опять-таки подготовить. Сейчас я вам вышлю это видео. Так, работа, работа. Так, минутку. Сейчас найду обязательно. Оно у меня с доступом по ссылочке. То есть только... Так. Вот, как провести регистрацию. Посмотрите, как людей легко искать через сообщество. Вы будете тратить лишние две минуты, но зато себя обезопасите от перерегистрации в свою структуру, которые влекут за собой штрафы. Далее, значит, самое главное, это после регистрации человека добавить в командный чат. Познакомить с вышестоящими наставниками. И после регистрации мы подписываем на рассылку для зарегистрированных и добавляем обязательно в группы для продавцов, покупателей или в группу по бизнесу. Далее, значит, обязательно просим нас найти в скайпе. Лично я высылаю такое вот интересное письмо. Привет. Сейчас, минуточку, я его найду. Да, вот я такое письмо привет высылаю своему новичку. И мой новичок уже знает, что ему делать и какие его дальнейшие действия. Ой, извините, как чешется нос. Я понимаю, что это некультурно, прям не могу. Прошу прощения, да. Вот. Ну, если ссылку кидать, то, конечно, да. Далее, значит, если наставника нет на месте, вы пишете вышестоящему наставнику любые вопросы, особенно по регистрации. Так, идем дальше. Человек, пришедший работать к нам по третьему варианту работы в интернете, конечно, обязательно пусть вас находят в скайпе, обязательно ему высылайте что-то типа этого письмо. Привет, да. Там вы видите мой скайп, вы можете создать такое же письмо со своим скайпом. Вот. И обязательно постарайтесь созвониться с новичком и просто с ним познакомиться после регистрации, рассказать, что компания официальная, легальная, надежная, что у нас белые доходы и так далее. Из чего начинается наша работа, позовите на мой вебинар или мой вебинар, вышлите в записи, да. То есть, ну, позвонить обязательно нужно, рассказать о себе, о том, что вы зарабатываете дома через интернет. Это очень актуально в наше время, потому что, ну, почему я еще рекомендую своим новичкам созваниваться со своими новыми регистрациями, да. Во-первых, всех, кого мы с вами регистрируем, это люди. Люди, и, конечно, не секрет, что в интернете много хайпов, пирамид. И откуда же человеку, как не от вас, узнать, что он зарегистрировался в официальную легальную компанию с белыми прозрачными доходами, да еще и она передается по наследству, да еще и она входит в АПП, да, да еще и он может получить такие вот подарки, да. Письмо, ну, я вот так ссылочка кидаю в соцсеть, что познакомьтесь с первой важной информацией и найдите меня в скайпе. Я вот такую ссылочку высылаю, да, новичку, и новичок уже знает, что ему делать, и если он что-то забывает, то он может 10 раз по этой ссылке пройти и 10 раз все перечитать. Можно отправлять на почту, да, можно отправлять в сообщество, да, то есть, если вы позвоните в сумочку и скажете, чтобы он смотрел конвертики в сообществе, то вы можете с ним через сообщество общаться, то есть, где вам угодно, как вам угодно, ваш новичок может вас доставать, и вы можете доставать своего новичка, да, ну, доставать в смысле не надоедать, а средства коммуникации, да, чтобы вы правильно поняли. Далее, значит, обязательно, конечно, звать каждого новичка на вебинар, потому что наш интернет-проект крупный, у нас более 60 тысяч человек на проекте, и, конечно, у каждого директора очень много лидеров в команде, очень много новичков, да, у меня проходит более 3000 регистраций в каталог, если бы я звонила индивидуально каждому новичку и делала бы ему презентацию, конечно, это было бы угол, как невозможно, да, то есть, я звоню только своим личным регистрациям, с ними знакомлюсь, так и то, если они соглашаются, да, есть некоторые, которые просто ходят на вебинары, да, то есть, я звоню не всем, потому что меня очень много кто видит, если же вы новичок, вы еще не ведете вебинары, планерки в своей команде, то обязательно им покажитесь хотя бы через скайп, это очень важно показаться, что вы живой человек и рассказать, что они не в хайпе и не в пирамиде, да, хотя бы это. Далее, сейчас я вам расскажу самое главное, это, что начинается у нас через 2, 3, 4, 5 дней работы, да, все мы с вами сталкиваемся с трудностями, с этими трудностями, конечно же, столкнулась я, когда поступают жалобу в личку, люди не работают, люди не делают заказы, люди мало регистрируются, блокируют странички, я не умею обучать людей, да, то есть, поверьте, это проблема каждого новичка, все через эти проблемы проходят, кто-то психот уходит, а кто-то вырастает в директора, да, то есть, тут уже стоит выбор за нас, за нами и почему, давайте разберем первый фактор, почему у меня не работают люди. Если вы, значит, все делаете правильно, если зовете на школы, обучаете по шаблону переписки, который вам дал ваш директор, рассказываете про подарки, подписали на рассылку для зарегистрированных, добавили в чат для коллег Фаберлик в скайпе, добавили в чат совместного построения веточки, да, то есть, и добавили в группы для коллег Фаберлик, то есть, ваш новичок оповещается со всех сторон, плюс вы ему позвонили с ним, познакомились, и если человек ленится, но, извините меня, вы все для него сделали, то остальное это уже его проблемы, то есть, мы с вами, если на самом деле мы сделали все, и после этого человек ушел, да, или не работает, или относится к работе не так ответственно, как вам бы хотелось, то мы ищем новых лидеров, и поверьте, что в интернете много людей, кому нужны деньги, у кого серьезные настроения, кто понимает ценности нашего бизнеса, да, также мне хочется вам рассказать, поделиться своей личной статистикой, то есть, как она есть, да, то есть, у нас работает каждый третий или четвертый человек, даже не работает, а делает заказ, да, то есть, остальные непонятно, зачем пришли, регистрируются, пропадают, и по непонятным причинам, по разным, им иногда звонишь, они говорят, не беспокойте меня больше, да, то есть, ну, непонятно, почему, да, но у меня делают заказы каждый третий и пятый зарегистрированный, и это хорошая нормальная статистика, то есть, если мы с вами научимся делать ежедневно, охват около 300 человек в день, это минимум, то у нас с вами с этого охвата должно быть 1-2 регистрации, если у вас такая статистика, то все хорошо, вы можете ни в чем не сомневаться, вы идете правильно и делаете правильно, все. Как подписывать на рассылку для новичка? Минутку, так, минутку, минутку. Сейчас я вам скину ссылочку. Вот в этом окошечке вы подписываете на рассылку продавцов или покупателей, Юлия. Вот, далее, значит, если вы рассказали человеку про акции, человек все равно не делает заказ, я обычно говорю, ну, обычную правду, что если вы в магазине сделаете заказ на 1000 рублей, вам дадут скидку 20%, а если вы накупите на сумму подарка новичка, вам дадут подарок, такой-то подарок, 20% скидку, плюс на следующий каталог вы еще можете забрать подарок по программе Фаберлик Клуб, да, если это было 15-ти балловый заказ, да, если понятно, если новичок пришел и сразу сделал 50 баллов, то он на следующий каталог может получить уже от 3 подарков по программе Фаберлик Клуб. Вот, Машенька, да, конечно, у всех поначалу может что-то не получаться, у кого-то рекрутировать, у кого-то обучать, но мы все вместе, всем дружным проектом все равно ведем обучение, задавайте побольше вопросов наставнику, вот и все. Да, 300 сообщений, туда же входят дружбы, картинки и так далее, да, то есть общение друзьям, недрузьям и так далее, то есть разнообразные действия в соцсетях. Далее, значит, дорогие коллеги, наша система работы отработана до мелочей, после регистрации по любому из вариантов есть инструкции, как работать, а по третьему варианту целый шаблон переписки с новичком, то есть ваш новичок нашел в скайпе и ваш наставник дает вам шаблон переписки и вам не надо нервничать, как вы будете обучать новичку, да, то есть все готово. Далее, блокировка страничек, которые есть у всех, и вы очень часто в чатах жалуетесь как раз-таки на эту блокировку, я тоже могу пожаловаться, меня тоже блокируют, к сожалению, да, то есть как работать, да, главное разнообразие в работе, вот самое главное, что я вам говорила, не надо посылать с одной странички 20 картинок подряд, откройте три странички, да, допустим, с первой странички отправили там одну-две картинки, со второй странички, потом с первой странички сообщение, с третьей странички сообщение, на четвертой подружились, на пятой подружились немножко, да, то есть разнообразные действия, в каждой соцсети они у вас должны быть. Одноклассники, количество дружб не ограничено, можете предлагать дружбу, сколько вам хочется, да, но сколько бы вас не блокировали, да, сколько бы у вас не пропадало страничек, да, вы должны знать, что у вас должен быть резерв запас. Резерв запас на случай блокировки. Я полгода работаю с 10 страниц раз в 5 дней, я постоянно меняю текст, русские буквы на английский, я постоянно пропускаю все видео через сократители ссылок, я постоянно меняю коды картинок, да, то есть я все делаю, и я работаю раз в 5 дней со странички, лично я, и у меня все хорошо, меня блокируют очень редко, максимум 2 странички за год я потеряла, мой муж, то есть потерял, да. Как не запутаться, ну они не должны быть тоже, как бы по определенному алгоритму действий каких-то, да, то есть не обязательно там ровно столько, вот там ровно столько, вот тут, как получится, я вот даже не задумываюсь, что я делаю, самое главное, чтобы действия были разнообразны, я могу зайти кому-то, лайк поставить, кому-то там еще что-то, да, то есть кому-то ошибочку, да, ну зачем записывать, время терять, вот, то есть вы знаете, как работа обстоит, да, в соцсетях, вы наделали под браузеров, да, вот посмотрите видео, разложить на работу, работу по полочкам, да, к примеру, вы сделали 10 браузеров, в каждый браузер вы вбили и сохранили по умолчанию логины и пароли от страничек, да, у вас, допустим, 10 браузеров, по 4 странички вбита в каждом, да, и у вас получается 40 страниц в целом, к примеру, первый браузер вы открываете, вы отработали 3 странички, второй браузер открываете, вы также отрабатываете 4 странички, вы уже 8 отработали, вы эти браузеры не закрываете, ждите, пока вам кто-то что-то ответит, кто-то что-то ответил, вы уже высылаете инструкции, когда вы эти инструкции высылаете, вы тоже пропускаете каждую ссылку через сократитель ссылочек каждый текст через антиспанчик да то есть это все у вас открыто и не закрывается просто вот и все мне вот было очень удобно да то есть я совмещала до уровня старшего директора пока не уволился муж годовалую дочку рекрутинг готовку плиты и так далее да то есть вот такой вот круть вверх такой вот оборот что как бы было очень тяжело да если у меня ребенок составляет пока кубики я могла успеть 10 сообщений отправить и уйти то есть я могла за день отработать с 12 страничек допустим на самом деле 300 человек сделать охвата я делал намного больше на я делала различна да то есть я не могла вспомнить что и дело с первой страничке что я сделала с последней страничке открытой главное я слетела за тем чтобы у меня было открыто не более 12 страниц соц сетях то есть по три в каждой я рекрутировала весь день с них на следующий день я заходила под этими браузерами также открывала странички смотрела да что там к чему или вот еще очень удобно клип у меня биты одноклассники в клип и очень удобно приходят ответы на все вопросы да то есть им через клип тоже можно вот города страны я вообще алина на них не смотрю я не сортирую никогда людей не по городам никогда не сортирую не по странам у меня есть директора с таджикистана с казахстана с белоруссии с украины в молдове скоро вырастет директор у меня много где есть директора не только в россии я хочу сказать что мы все отлично живем у нас дружная команда я не выбираю страны далк и нормально к випу относятся веку из вконтакте плохо одноклассники нормально одинаково света везде самое главное это живое общение самое главное без разницы в какой высот сети самое главное пони чтобы вы знали хорошо и много о компании чтобы вы могли ответить на любой ответ на любой вопрос да поэтому я вам высылаю распространенные ответы там на более часто встречающиеся вопросы и так далее чтобы у вас все было под рукой да то есть чтобы вы знали о компании много ходили на вебинары одно дело уметь с умом рекрутировать чтобы у вас не спамили не банили там чтобы у вас был хороший приток регистрации другое дело знания компании когда вы начинаете переписываться с человеком который заинтересовался в регистрации да то вам конечно тут лучше ему и позвонить иногда до регистрации познакомиться рассказать все или может быть не позвонить послать какой-то более такое умное видео там может еще что-то дань не обязательно же вам ну как вот вы сделали 300 охвата да у вас там три кандидата на регистрацию неужели сложно ему пять минут позвонить там уделить поговорить да прям соцсети я иногда набираю вконтакте в одноклассниках прям звоню и вы знаете все хорошо или мы находимся в вайбере люди потом звонят вайбере они могут сказать мы подумаем я их обязательно таких думающих добавляя на основную страничку и эти думающие потом могут через месяц зарегистрироваться у меня написать мне вот да вот всякое может быть вот а я не рекрутировала очень давно я вам честно скажу рекрутирует мой муж все советы это с его слов то есть если новичок мне пожаловался что кого-то заблокировали я и тут мужик говорю что ты делаешь чтоб тебя не блокировали то есть он идет он не сидит все рассказывать я потом это все передаю на свою новичку вот потом муж у меня не работает он запускал все боты умеет их устанавливать и дтп 5 10 но как вы знаете вот нашел человека нас дома нет да это конечно очень удобно человек мы приходим отрабатываем тех кого нашел бот но холодные контакты через чур хал холодные и выхлоп конечно сбота намного меньше и хуже до более качественно конечно руками когда вы вживую рекрутируете у новичков есть такая возможность потому что еще пока маленькая команда и есть возможность рекрутировать вручную и вот это самое ценное да 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 руками хорошо хорошо но на уровне директора лучше уже учиться запускать боты хотя бы там ну качество регистрации сразу у вас снизится и количество и качество снизится то есть но на уровне директора уже особо много регистрации нужно конечно же чтобы у вас шло да потому что вы уже будете директором вот то есть смотрите самое главное препятствие это конечно наши с вами сомнения да но я вам сейчас что хочу сказать на все ваши сомнения уже конец вебинара практически да уже люди разбегаются устали сидеть я как обычно на полтора часа зарядила вот самое главное наши сомнения заключается в том что нам кажется получится у нас или не получится конечно пока мы не попробуем у нас ничего не получится нам надо дать себе как минимум три месяца интенсивной работы если вы не дали себе три месяца интенсивной работы то вы и вывод не можете сделать и получится у вас или нет да вот поэтому конечно учимся рекрутировать не получается заваливаем наставника вопросами и так далее и так знаете сами передавайте своим новичкам кто любит вебинары пропускать что у нас с вами если новичок зарегистрировался и не сделал заказы то он на четвертый период его терминирует компания за неактивность также поговорим с вами о перерегистрациях если к вам человек просится перерегистрироваться ни в коем случае также нельзя регистрировать близких прямых родственников на то есть двоюродные братья и сестры не считаются наследниками и их можно регистрировать так как наша компания перри наша наш бизнес передается по наследству то мы должны регистрировать родственников только под себя в первую линию поэтому перерегистрация это всегда наказуемо итак дорогие коллеги все ли мы с вами поняли что мы с вами легально зарабатываем можем уволиться с работы по найму и зарабатывать хорошо тут уровне директора уже до также мы будем всегда хорошо выглядеть потому что у нас очень качественная косметика и ты такой продукции как у нас нету потому что у нас 34 патента не шума был с вами успешными бизнесменами бизнес бизнеса в уме нами на то есть вот хочется с вами пошутить конечно мы с вами должны понимать одно и очень важную вещь очень важные нам надо обязательно понять все кто написал да что мы с вами работаем без начальника понедельника и будильника подгонять вас не будут но к работе нужно относиться серьезно с первого дня я ваш бизнес партнер понимаете нету нету у нас начальников и конечно себя нужно уметь самоорганизовывать то есть вам нужно три часа в день тратить на создание страничек на рекрутинг и час в день как минимум вам нужно тратить на обучение да или смотреть какой-то вебинар или читать какие-то инструкции и это очень важно это минимум да я вам честно хочу сказать что когда я за год открыла рубинового директора это четыре директорские веточки подо мною и начала зарабатывать более ста тысяч рублей уже да то есть там уже не 30 там более ста я работала по прям по 8 по 12 часов в сутки ежедневно на то есть если я иду с рубин с ребенком гулять я успеваю отправить 56 сообщений по рекрутировать если я стою в очереди да там в кассу я тоже успеваю там два три одно сообщение отправить по рекрутировать с телефона да то есть я рекрутировала постоянно я пока ребенок строит кубики я 5 6 10 сообщений могла отправить пока ребенок там допустим бабушка согласилась поводиться до бывают такие до счастливые моменты я бежала бегом за компьютер я рекрутировала да то есть рекрутинг это первое все что все первое что нам нужно с вами научиться рекрутировать приводить людей и научить нам наших бизнес-партнеров новоиспеченных также рекрутировать да вот вам спасибо за внимание яночка да и конечно задавайте побольше вопросов своим наставникам потому что самый глупый вопрос это не заданный вопрос обязательно говорите что у нас есть всем что у нас есть то чего нету на работе по найму это неограниченный доход да то есть наша работа освобождает именно время до нас никогда не уволят если мы не будем нарушать кодекс компании да то есть если вы начнете по 10 человек в каталог перерегистрировать то понятно что у вас удаляться несоблюдение кодекса компании ну а так то в принципе если мы с вами будем работать честно то нас никогда не уволят бизнес передается по наследству мы лично а кстати удалить могут еще за то что вы начнете регистрироваться в чужой компании туда звать да допустим культа пирамиду твой твой не дай бог у нас был недавно случай с девушкой очень и жалко девчонка классная умница красавица и вдруг раз и пирамиду ушла давай всех звать я до последнего надеюсь что просто ее skype взломали да вот далее значит все до единого ваши наставники лично заинтересованы чтобы вы вышли на более серьезный доход вы знаете об этом что только не заданный вопрос будет глупым потому что наставник жаждет вашего роста потому что чем выше ваши выплаты тем выше его выплаты да а вы стесняетесь начать зарабатывать и вы стесняетесь задавать вопросы вот это самое глупое что может быть поэтому сейчас мы с вами улыбнемся разрядимся посмотрим с вами анекдот и если у кого-то есть какие-то вопросы обязательно пишите потому что вебинар у нас с вами подошел концу спасибо огромное если нет вопросов ставьте прочерки чтобы я понимала продержала вас 0 1 35 вот смотрю на запись 0 1 35 ага вижу плюсики пошли хорошо тогда значит минусики да вот так вот